В Ненецком округе еще 11 студентов заключили договоры на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования с пятью работодателями региона. Трехсторонние соглашения заключили студенты на ЭД, обучающиеся по специальности поварское и кондитерское дело. В церемонии подписания соглашения участие принял и глава региона Александр Цибульский. 11 студентов Ненецкого аграрно-экономического техникума, будущих поваров и кондитеров сегодня получили путевку в жизнь. Ведь подписание трехстороннего соглашения техникум-студент-работодатель дает молодым людям уверенности в завтрашнем дне. Вы такие везунчики, потому что в отличие от других ваших друзей-товарищей, которые просто учатся и потом должны будут выходить на свободный рынок, вы уже заранее для себя определили возможность работы. Очень хорошо, чтобы вы оставались как можно дольше на территории нашего округа и в Мариин-Марии работали поварами и радовали нас своими кулинарными искусствами и изысками. Но понятно, что вы в том числе можете потом, поработав здесь, набравшись опытом, поехать куда-то дальше и работать в других местах. Группа студентов поваров-кондитеров обучается в найте на условиях софинансирования. 80% от стоимости обучения на себя берет округ, еще 20 работодатель, то есть 10 670 рублей в год. Студентам остается только хорошо учиться. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным, плодотворным. Со своей стороны мы предоставим все необходимые условия для того, чтобы наши юные коллеги приобретали квалификацию и развивались. Компания «Ависта-сервис», занимающаяся организацией общественного питания на производственных объектах нефтяных компаний, сегодня в числе тех работодателей, кто через 3 года и 10 месяцев примет на работу сразу пятерых студентов на этом. Павел Вартанов признается, найти хорошего повара – большая проблема. Поэтому подписание подобного рода соглашения дает уверенность – кадрового голода у предприятия не будет. В числе организаций, которые сегодня заключили трехсторонние соглашения, также индивидуальный предприниматель Василий Орешко, Наринмарское городское потребительское общество, «Стелла-Полари» и ресторан «Заполярная столица». Подобные соглашения в сентябре текущего года были заключены между будущими медиками и работниками сферы ЖКХ.